Savadi Cup! Друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл Рыбасов. В гостях у меня сегодня Кирилл Драновский. Я ждал этого момента почти полтора года. Кирилл все ехал, ехал к нам на остров, ехал, ехал и наконец-то приехал! Мы очень все счастливы и тут провели вместе две недели, где-то что-то посмотрели. Конечно, хотелось бы больше. Планируем, что Кирилл в ближайшее время, надеюсь, к нам вернется, но он еще не знает об этом. Но мы, по крайней мере, очень хотим. Но в этом интервью я сегодня хотел бы задать несколько вопросов Кириллу именно о том, как же он стал гуру Инстаграм, что на это повлияло. И с самого начала хотелось бы начать и задать ему такой вопрос. Кирилл, дошли до меня слухи, что ты из тех людей, про которых все слышали, но никто никогда не видел. Это люди коренные москвичи. Расскажи, пожалуйста, про себя, где ты родился, как прошло твое детство, кто твои родители, может, они олигархи, и поэтому ты стал гуру Инстаграм. То есть расскажи с самого начала. Давным-давно. Не, на самом деле я родился, да, в Москве, на юго-западе Москвы. Это для тех, кто знает по метро. Какое станции метро? Да, это метро Проспект Вернадского. Ого, отлично. Вот. Никаких олигархов в семье у меня нет. Ничего такого сверхъестественного. И, наверное, хорошо, потому что именно поэтому есть какой-то стимул, мотивация что-то делать самому. Потому что если ты все время привык рассчитывать на чью-то помощь такую, типа, а, все, не получилось. Дайте денег. Бэкстейдж, да. Бэкап. Подключается, и появляются снова деньги. Нет, ну, поэтому для меня всегда это было какой-то... Ну, изначально была какая-то мистика, да, в зарабатывании самостоятельно. Потому что как-то были какие-то ощущения, что у нас в России, во-первых, нельзя работать официально. Ну, то есть в том плане, что ты будешь рано или поздно в ситуации, когда тебе придется где-то муклевать там и так далее. Ну, то есть легально не заработать денег. Было такое предвзятое отношение. И, в общем, жизнь показала, что так оно и есть. Жизнь показала, что так оно и есть, но что это не повод останавливаться и бояться, что у тебя кто-то придет, там что-то будет пытаться с тебя стрясти и так далее. То есть это просто условия текущей локации нашей России. И просто с этим надо работать и, ну, главное не бояться. Потому что это, как оказалось, и я для себя открыл с удивлением, что никто сверхъестественного в округе ничего такого не делает. И сделать какой-то суперпрорыв старичного или там федерального значения не так уж и сложно. Просто нужен четкий план и хотя бы какой-то либо финансовый поток, либо просто финансовые вложения, которые бы позволили эту идею реализовать. То есть для меня раньше это было каким-то, как я сказал, какой-то магией, да, что только какие-то гуру, взрослые, дяди могут что-то делать, могут что-то, какой-то бизнес контролировать. Масоны еще почему-то, да, у которых есть. Что простым людям это вообще никак не доступно, что там какие-то сложные бухгалтерские операции, что не дай бог, какой-то бухгалтер у тебя придет, который будет что-то махлевать или финансист какой-то. У меня было куча всяких страхов. Вот, а потом выяснилось, что ничего этого нет. Все просто гораздо. Все проще гораздо, да. То есть можно продавать и на, можно продать там на тысячу рублей что-то, можно продать точно так же, абсолютно точно так же на миллион рублей. С такими же усилиями. С такими же, ну, конечно, усилий чуть побольше будут, но по сути все просто в другом масштабе. А так вот все действуют те же самые. Это был первый бизнес совет от Кирилла, но все-таки я хотел бы узнать о тебе побольше. Кем были твои родители, кем являются твои родители, кто они по профессии и какое у тебя у самого было образование? А, еще знаешь, какой интересный вопрос. Продал ли ты что-нибудь в своей жизни, учаясь в школе? Конфеты там, я не знаю, какие-нибудь стикеры, флайеры, я не знаю. Что-нибудь успел ты продать, учаясь, учаясь, когда ты учился в школе? Я один раз, я, кстати, недавно это вспоминал. Здесь на каком-то маркете, на Чавенге, мы мимо проезжали. Там возник этот передвижной маркет, и там вся, вот этот вот, весь шатер был в бейсболках. Я вспомнил, что я один раз, когда не было что похавать, я продал свою бейсболку найковскую. Сплакал. Сплакнул, да. Это то время, когда вот только брендированные вещи у нас начали появляться в Москве. Какие-то ионные года. Да, и такая бейсболочка черная с вышитым логотипом. То есть, можно так сказать, что твой бизнес начинался со слезами, да? Нет, 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 это я продал, и, ну, опыт, скажем так, экспы не получил. Ну, то есть, я продал, продал, да, но эту идею никак не начал, не начал развивать. Вот, тогда вот сейчас перейду к истории. Я закончил обычную совершенно школу. А какую? 189 на Цветном бульваре. Вот, совершенно обычную, там ничего такого. Кто учился в Москве, 189 школе на Цветном бульваре, лайк обязательно этому видео надо поставить, правильно? Надо поддержать своих. Конечно, конечно. Прямо за цирком. Прямо за цирком? Я, кстати, тоже напротив цирка моя школа, но только в другом городе. Ну-ну-ну. Вот. Ничего особенного, в общем. А потом, после школы, я поступил в МГТУ имени Баумана. Типа, такое крутое место. МГТУ имени Баумана вообще. Да, поступил на сначала аэрокосмический факультет. Это находится немножко за городом, но там, где я живу. Факультет, да, именно? Да. Там, где я живу, это было как раз 10 минут оттуда. Поэтому мне было удобнее. Но потом я все равно переселился в главное здание, так называемое, ГЗ. Вот. То есть, где вся жизнь не на выселках тусоваться, а вся жизнь там. Движуха университета, да? Да, и мне приходилось то в одном месте ездить, то в другое. Все происходило там, где вся движуха. Я туда шел, потому что... А специальность у тебя в итоге какая была? Специальность у меня была информатика и управление. А, специальность конкретно вычислительные комплексы системы и сети. Ну, сразу видно, инстаграм там может даже расшифровать. Ну, это сейчас можно додумать, заводчик протянуть. Но я туда шел, потому что было убеждение, что программиста это перспективное направление в рекрутинге, вообще в бизнесе. Ну, что большая зарплата. Да, большая зарплата и там все такое. Ну, я еще ходил во время школы на всякие курсы по Бэйсику, Паскалю, писал маленькие игры. Вот, и... То есть, ну, было это интересно. Мне было интересно играть в игры, там, на приставках. То есть, ты стремный ботин, да, с самого такого школьного возраста был, да, или как? Ну, это, наверное, слишком сказано. Ну, вот. Ботином я особо никогда не был, ну... Просто любил программировать, да, получается? Да и у меня компьютера даже не было. Что я программировал? Я программировал только, когда на курсы ходил. А-а-а. А компьютер у меня появился только в середине первого курса института. То есть, я никакой не программист. А-а-а. Вот, я... Так, у меня, может быть, склад ума сложился такой разбирающийся, там, в процедурах, операциях, вызовах всяких, функциях и так далее. Но практических применений у меня особо не было. Ну, вот, только в институте началось это все. Еще какую-то мы игру написали. Ну, в смысле, каждый написал, в качестве курсовой работы. У тебя какая была игра? Она была «Морской бой». Она даже до сих пор у меня есть. Поигрываешь периодически? Да, иногда. Я все там сделал красиво. Ну, так надо в Apple Store там, нет, загрузить. Там музончик, звучки из «Варкрафта», когда корабли топят или когда в них попадают. Там все очень круто. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Я рисовал там каждый кадр анимации. То есть, собственными руками. Да, как горит кораблик каждый. Все нормально. Ну. Ну, так и в Apple Store надо загрузить, продавать игрушку, как старый, old school. Да, да. Я подумаю об этом. Может, еще один миллион можно заработать. То есть, ты в университете программировал, но я знаю, что ты потом в дальнейшем ушел в бизнес. Не в то, что в бизнес, начал работать по найму, и начал ты заниматься построением бренда. Вот расскажи, как ты к этому пришел, и как путь от твоего образования привело к тебе к созданию бренда, продвижения. Началось все с того, что где-то на последнем курсе института я успешил… Правильно же говорю? Бренды, да? Или тебе… Да, да. Ну, бренды – это совокупность, по сути, ассоциаций, которые возникают у людей с тем или иным названием, с тем или иным названием торговой марки. То есть, бренд – это торговая марка, плюс какие-то уже гарантии, ассоциации, что-то дополнительное, кроме самого логотипа и слова. Это к вопросу теории маркетинга. Это второй бизнес, совет и бизнес учения Кирилла. В общем, надо было куда-то идти работать. Какие-то подработки я уже прошел. Там было даже то, что мы вроде как работали наладчиками компьютерной сети в банке, но начиналось это все с того, что мы со штроборезом лазили и вырезали, собственно, штробы для проводов, которые мы тянули, а потом там в самый последний момент что-то там коннектили, и… Получилась магия, да? Получалась магия, да. То есть, даже было такое, но потом я нашел очень быстро работу в одном бизнес-центре, который просто сдавал офисы в аренду. И все, что нужно было делать мне, как человеку, ответственному за рекламу, это делать какие-то полиграфию для холлов, для арендаторов, где-то помогать с дизайном даже обустройствах холлов, по этажам. Естественно, рекламу давать в газетах, во всяких профильных на тему аренды сайтах и так далее. Работа была не пыльная, ничего я там не научился с точки зрения рекламы. Вот, но сама компания была частью большого холдинга, который сейчас называется «Маринс Групп», и эта вся компания работала по административной технологии Рона Хаббарда, небезызвестного, то есть, самого основателя саентологии. Главный сектант. Да. Всем сектантам сектант. Так точно вот. Не какой-то там сетевым магией. И я видел воочию, участвовал, был этой шестереночкой, которая крутилась вот в этой структуре. То есть, очень полезно, очень рекомендую хотя бы раз поработать, хотя бы полгодика поработать в такой системе, которая, ну, во-первых, просеивает сквозь себя сотни людей в день. Там отдел HR работал просто круглосуточно. То есть, сотни людей в день приходили на работу, сотни людей увольнялись или увольняли с работы. И при этом вся организация продолжала отлично функционировать. Большая воронка, да, получается? Да, очень большая воронка. Плюс система, так называемая, сейчас скажу, адаптации сотрудника. То есть, человек приходит, на его должность есть блок информации, то есть, что он должен делать, какой его конечный продукт, Кому он подчиняется, кто подчиняется ему, какие целевые показатели и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это все очень круто, это все надо обязательно делать, ну, рано или поздно в бизнесе. В бизнесе. Вот. И ты недельку поработал, уже успел спеть гимн какой-то, сходить на собрание, вот, и все. Посмотрел на портрет. Посмотрел на портрет на стене, как в песне, вот. Вот. Понял, кто твой вождь, и все. Ты через неделю уже взял копье свой в доску. Очень круто. Я понял, как надо управлять людьми, по сути, ну, в любой ситуации очень полезно. Вот. Потом я оттуда ушел, потом выяснилось, что хорошо, что ушел, потому что там начали всех жестко отсеивать там какому-то кризису, типа 2008-го, что ли, года. Вот. И пошел в другую компанию на роль, уже близкую более к рекламе, вот, именно к маркетингу, на роль бренд-менеджера. Сначала я пошел в качестве ассистента бренд-менеджера, потом, опять же, из-за кризиса там народ поувольняли, я быстренько стал младшим бренд-менеджером, потом... Младшим менеджером плюс. Потом просто бренд-менеджером, потом старшим бренд-менеджером. И в итоге, спустя пять лет работы в компании, ну, я полностью освоил то, что нужно знать, как нужно делать, чтобы из ничего, то есть вообще из ничего создать продукт, создать торговую марку, заставить людей в это во все поверить, организовать, собственно, товары на складе, организовать продажи, организовать поддержку, организовать всю правовую документацию, соответственно, все это поддерживать и дальше развивать, чтобы это была не одна модель, а серия моделей, новинки и так далее. Как выводить новинки, как новинки выводить, работать с профицитом, с неликвидом, с каким-то устаревшим товаром, с какими-то инновационными моделями. В общем, так получилось, что вот все эти пять лет я готовился оттуда уволиться, чтобы делать что-то свое. Что произошло? То есть, что тебя подтолкнуло? Какой такой... Я всегда такой пример провожу, что человек идет по улице, спотыкается и вдруг решает уволиться или переехать жить в другую страну. Вот как у тебя этот момент произошел? Тогда я уже начал интересоваться инфобизнесом. И мне очень... еще работая... Да, да. И мне было очень интересно наблюдать за Антоном Ельницким. Это мой, по сути, друг по еще с самого первого курса, когда я еще ходил на аэрокосмический факультет. Мы были одногруппниками, потом просто получалось нас все время на одни и те же лабы, на одни и те же семинары, лекции и так далее. То есть мы, по сути, поручились все... Ну, весь курс либо вместе, либо в параллели. Вот. В какой-то момент я увидел, что он зафиналил какой-то коучинг на миллионы. Я думаю, что... Чего вообще происходит? Деньги, миллионы... Где там Хаббард, да? Нет. Мне стало очень интересно. Я понял, что есть конкретная ценность, которую может давать человек. в данном случае это были интернет-продажи. И что есть конкретные люди, которым вот конкретно это может помочь. И мне стало очень не по себе, потому что мои вроде как глобальные знания по бренду, они нафиг никому не нужны. То есть... Ты имеешь в виду, что слишком штучный товар у тебя это знание? Нет. Или что? Что... Компании, которым нужно решать такого рода... такого масштаба проблемы, они не обратятся конкретно одному человеку, чтобы их кто-то научил. Их... Они идут в рекламные агентства, какие-то креативные агентства, которые генерят им логотип, собственно, брендбук, образ бренда, позиционирование, рекламные кампании, да, по ТВ снимают ролики, ведут их аккаунты в соцсетях, конкурсы какие-то проводят. Вот. Я... С одной стороны, мне хотелось это все рассказать, облечить форму инфобизнеса, потому что, ну, я реально так подновострился, что чуть ли книгу не начал писать вот на эту тему. Ну, вот. Может, когда-то это и доделаю. Вот. А может быть, это останется суперсекретом, потому что, по сути, у меня была система, как можно просто взять чуть ли не магические схемки какие-то и из ничего создать вполне... То есть у тебя была куча такая... пакет лайфхаков, которые... и бизнес-хаков, которые позволили... Которые я наработал или которые сам сгенерил, там, почитывая какую-то литературу, в том числе, Траута, очень рекомендую всем. Вот. Как бы... На самом деле, у Кирилла на спине написано Траут, он в любой... в любой ситуации говорит это ключевое слово. Чтобы ты не спросил, он говорит Траут. И все. Поэтому... Нет, у него можно одну книжку прочитать, потому что во всех остальных книжках будет то же самое, просто с другой стороны. Можно начать с позиционирования битвы за умы и все. Твоя рекомендация... Первая рекомендация от Кирилла по книжкам это Траут... Как правильно его зовут? Джек. Джек Траут позиционирование за умы. Битва за умы. Битва за умы. Я не читал. Я почитаю обязательно. Ну, ты читал маркетинговые войны. Это то же самое, только с другой стороны. Да, ну, понятно. Значит, я читал. Вот. Мне было это обидно немножко. Но все равно я пошел в коучинг в миллион, потом понял, что все, я увольняюсь. А, нет, там еще была еще история очень интересная. Я как-то хотел... Я уже это рассказывал где-то. Как-то я хотел... На первом канале. Я вот заказал Ольге... Она была в Нью-Йорке. Заказал тогда iPhone... Ольге? Ну, вот... А, все, понятно. Одногруппница. Сестра. Она была тогда в Нью-Йорке. Я говорю, Оль, привези мне iPhone. У меня тогда была Nokia какая-то там, 66, что-то там. Я решил в жизни что-то поменять. Да, я решил в жизни. Я смотрел так, думаю, вот все эти подсели на эти iPhone и думаю, что такое, маркетинг какой-то. У меня вот телефон есть. Работает, звонит. Всем объяснял, что вот, нет, типа, для жизни ничего не надо. Вот есть телефон с кнопками. Я вот набрал, подговорил и все. Мне не нужно никаких WhatsApp-ов там, никаких навигаторов. Ну, конечно же, потом выяснилось, что это не так. Вот. Я заказал ей телефон и параллельно думаю, как телефон приедет, я же его поцарапаю, разобью там что-то. Параллельно заказал уже на eBay себе чехольчик. Вот. Чехол пришел быстрее? Для айфона, да. Чехол пришел быстрее, а айфон вообще не пришел. Оля соскочила, да? Потому что Оля зашла в магазин, типа, они есть. А когда дело дошло до покупки, там было уже дело к Рождеству там, и выяснилось, что ты можешь его заказать, но получишь его предзаказ позже. Дизайнерский чехол, див-свойства там натыкал, что там суперфит, ну и тогда, сейчас я уже не помню, но так, чтобы выглядело все официально. То есть прямиком из поставки из Соединенных Штатов Америки. Да. И чехол был, правда, классный, что-то там с радужкой было. Не помню, как он выглядел, но какой-то классный. Я потом очень много продал. Ну так вот, я взял все это описание, и где можно что-то продать. Я набил в Яндексе, там, продать что-то, что-то продать. И мне высветились доски объявления, Сланда, Авито, из рук в руки, и так далее. Ну, я туда, на Авито, на Сланда, в рук в руки, какой-то еще там, может быть. Вот. И такой, думаю, ну что же, дизайнерский же чехол. Поставил 1000 рублей стоимость. Вот. Такой дом. Ну и ладно, все. Чек. Я сделал звонок. Ну там, буквально через час. Вот, звоню по объявлению, хочу чехол купить. Еб. Да, пожалуйста. А ты где рассчитываешь, что через месяц продажа? Да я вообще не рассчитывал, что это продастся. Такой, думаю, ничего себе. Такой, ну да, все, готов встретиться, показать. Не помню, кто это был, что это был за человек. Антон. Ну, чтобы вы сориентировались, что вы сориентировались, это были не какие-то там ушлепки, или какие-то там непонятные люди, которых вот я ожидал там. Серые дилеры какие-то. Я не скажу, что первая, но одной из первых дам, которая приехала за чехлом, была... на сегодняшний день. Я не беру гибель. Да, я не беру, говорю. пиши. Вот я забыл. Продолжение следует...